Доспехи При тихом мерцании месяца, лучи которого проникали в комнату, граф вскоре увидел приближающегося к нему рыцаря. Он вздрогнул и позвонил. Вошел человек со свечою, и рыцарь исчез. Через несколько минут огонь был опять погашен. Призрак снова явился. Наклонился к сухтелену и, прикоснувшись ледяными устами к губам его, снова исчез. Вероятно, приходил благодарить за молитву. Граф рассказывал об этом событии, присовокупляя, что никогда ранее чувство страха не обладало им в такой степени, как в эту ужасную ночь. Муханов передает этот рассказ со слов графа Николая Дмитриевича Зубова, которому сам сухтелен рассказывал про этот случай. Беросфордский призрак В октябре 1693 года сэр Тристам и леди Беросфорд поехали погостить к сестре ее, леди Максиль, в гиль-голле. Однажды утром сэр Тристам встал рано, пока жена его спала, и пошел гулять до завтрака. Когда леди Беросфорд вышла к столу, было уже очень поздно, и все обратили внимание на ее измученный и растерянный вид, особенно же муж ее, который заботливо стал расспрашивать ее о здоровье. И позже, оставшись с ней наедине, осведомился, отчего рука ее перевязана черной лентой. Леди Беросфорд серьезно просила мужа никогда не спрашивать ее об этом, потому что прибавила она, вы никогда не увидите меня без этой повязки. — Если вы так серьезно об этом просите, то я обещаю никогда не спрашивать вас больше об этом, — отвечал сэр Тристам. Поспешно окончив свой завтрак, леди Беросфорд с беспокойством стала спрашивать, пришла ли почта. Но почта еще не приходила, и сэр Тристам спросил, а чего вы с таким интересом ждете писем именно сегодня? — Оттого, что я должна получить письмо с извещением о смерти лорда Тайрона, который скончался во вторник. — Ну, — заметил сэр Тристам, — вы никогда не были своеверны, вероятно, вас напугал какой-нибудь страшный сон. Вскоре после того прислуга принесла письма. Одно из них было с черной печатью. — Я отгадала, — востыкнула леди Беросфорд, — он умер. Письмо было от управляющего лорда Тайрона, уведомлявшего их, что хозяин его скончался в Дублине во вторник 14 октября в четыре часа по полудни. Сэр Тристам утешал жену свою и просил ее не слишком огорчаться, но она уверила его, что теперь, получивши подтверждение случившегося, ей гораздо легче, и затем прибавило. — Теперь я могу сообщить вам приятную новость. Я беременный, ребенок будет мальчик. Действительно, в июне месяце у них родился сын, а через шесть лет после этого сэр Тристам умер. После его смерти леди Беросфорд продолжала жить своим семейством в его поместье в графстве Дерри и очень редко выезжала. Она не видалась почти ни с кем, кроме мистера и мистерис Джаксон в Колерайне. Наступил день рождения леди Беросфорд. Она захотела пригласить к себе гостей. Послала за своим старшим сыном, сэром Маркусом Беросфорд, которому было уже 20 лет, и за своей замужней дочерью, леди Риверстон. Пригласила также доктора Квинга, архиепископа Дублинского, своего старого друга, и еще старичка-священника, который крестил ее и в продолжении всей ее жизни оставался близким ее человеком. Все это общество собиралось отпраздновать день ее рождения. В это утро леди Беросфорд, разговаривая со священником, сказала «Знаете, ведь мне сегодня исполнилось 48 лет». «Нет, вы ошибаетесь», — возразил он. «Вам только 47 лет». «Я помню, как однажды у меня с вашей матерью был спор по этому поводу. Я послал тогда за метрической книгой, и теперь могу смело уверить вас, что вам сегодня исполнилось не 48, а 47 лет». «Вы, значит, подписали мой смертный приговор», — воскликнула она. «Оставьте меня, пожалуйста. Мне недолго осталось жить. А много еще нужно привести в порядок. Пришлите мне немедленно дочь мою и сына». Священник исполнил ее желание. Он сейчас же послал сэра Меркуса, Маркуса и сестру его к их матери, и велел передать архиепископу и некоторым другим знакомым, что праздник отложен. Когда дети леди Беросфорд пришли к ней, она встретила их следующими словами. «Милые дети, имею сообщить вам перед смертью нечто очень важное. Вам известно, какая сердечная дружба существовала с ранней молодостью между мной и лордом Тайроном. В тяжелом состоянии сомнения мы дали друг другу обещание, что кто первый из нас умрет, должен, если возможно, явиться другому и объявить, который религии угодно Всевышнему. Однажды ночью, много лет спустя после этого, этой обмена обещаний, я спала в Гильголле, как вдруг проснулась и видела лорда Тайрона, сидящего на краю кровати. Я закричала и старалась разбудить мужа, сэра Тристам, но тщетно. «Лорд Тайрон», — сказала я, — «скажите, зачем вы здесь и как попали сюда ночью?» «Разве вы забыли наше обещание, данное друг другу в ранней молодости?» «Я умер во вторник в четыре часа. Мне позвольно было явиться вам, чтобы уверить вас, что существующая христианская религия истина и ведет нас ко спасению. Мне также разрешено объявить вам, что вы беременны и родите сына, что сэр Тристам проживет недолго, вы вторично выйдете замуж и умрете от последствий родов, 47 лет от роду. Я просил его дать мне какое-нибудь доказательство своего посещения, чтобы, когда настанет утро, я не сошла бы этого сном. Он раздвинул занавески моей кровати и засыпил их за железный крюк каким-то совсем необыкновенным образом. Мне этого было мало. Тогда он написал свое имя в моем портфеле, но и этого мне было недостаточно. Тогда он взял меня за руку повыше кисти. Рука его была холодна, как мрамор, и от ее прикосновения жилы нервы моей руки омертвели и засохли в этом месте. Пусть, пока вы живы, никто не увидит этого места на руке вашей, сказал он и исчез. Пока я говорила с ним, я была спокойна, но когда он исчез, мной обладилось сильное волнение и страх. На лбу выступил холодный пот, и я опять старалась разбудить мужа, но напрасно. Я расплакалась, слезы облегчили меня, и я крепко уснула. Утром отец ваш встал, не разбудивший меня. Он не заметил странного положения занавесок к кровати. Начавши одеваться, я поспешила достать из коридора метлу, с помощью которой с великим трудом отцепила занавески. Боясь, что необыкновенное их положение возбудит удивление и расспросы домашних. Руку свою я повязала черной лентой и спустилась к завтраку. Волнение мое было, однако же, всеми замечено. Когда я умру, милые дети, то я хочу, чтобы вы одни развязали черную ленту и увидали, в каком виде моя рука. Затем леди Беррисфорд попросила, чтобы ее оставили одну и дали бы ей собраться с мыслями. Дети ее удалили, оставив при ней сиделку. Которое было приказано тотчас уведомить их, если в положении больной явится какая-нибудь перемена. Через час прозвонил колокольчик, и дети поспешили в спальню матери. Все уже было кончено. Сын и дочь опустились на колени у кровати, и леди Риверстон развязала ленту на руке матери. Действительно, как и говорила леди Беррисфорд. И жилые нервы в этом месте совершенно высохли. Архиепископ Дублинский похоронил ее в соборе святого Патрика в Дублине, где прах ее и покоится до ныне. Комната привидений В один ненастный осенний день 1858 года, рассказывает один инженер, выехал ранним утром из одного небольшого местечка в Галиции. Я после утомительного путешествия прибыл вечером в городок Освенцим. Служил я в это время инженером в областном городе Львове. Тот, кто путешествовал в этих краях 30 лет тому назад, согласится со мной, что в те времена подобный переезд был тяжел по многим отношениям и сопряжен с большими неудобствами. А потому понятно, что я приехал в упомянутое местечко сильно усталый, тем более, что целый день не имел горячей пищи. Хозяин гостиницы, в которой я остановился, город господин Лаве, был известен за лучшего трактирщика во всем городе. И, кроме того, содержал в вокзале буфет, с достоинствами которого я имел возможность ознакомиться во время своих частых странствий по этому краю. Поужинав в общей столовой и напившись по польскому обыкновению чаю, я спросил себе комнату для ночлега. Молодой слуга свел меня в первый этаж древнего монастыря, превращенного благодаря меркантильному духу нашего времени в гостиницу. Пройдя обширную залу, вероятно, служившую некогда трапезной для монахов, а в настоящее время играющую роль танцевального зала для светской золотой молодежи, мы вышли в длинный монастырский коридор, по сторонам которого были расположены некогда кельи монахов, ныне спальные комнаты для путешественников. Мне отвели комнату в самом конце длинного коридора. И за исключением меня в это время не случилось в гостинице ни одного проезжающего. Заперев дверь на ключ и на защелку, я лег в постель и потушил свечку. Прошло, вероятно, не более получаса, когда при свете яркой луны, освещавшей комнату, я совершенно ясно увидел, как дверь, которая перед тем запер на ключ и на защелку, и которая приходилась прямо напротив моей кровати, медленно открылась, и в дверях показалась фигура высокого вооруженного мужчины, который, не входя в комнату, остановился на пороге, подозрительно осматривая комнату, как бы с целью обокрасть ее. Пораженный не столько страхом, сколько удивлением и негодованием, я не мог произнести ни слова, и прежде чем я собрался спросить его о причине столь неожиданного посещения, он исчез за дверью. Скосив с постели величайшей досаде на подобный визит, я подошел к двери, чтобы снова запереть ее, но тут к крайнему своему изумлению заметил, что она по-прежнему заперта на ключ и на защелку. Пораженный этой неожиданностью, я некоторое время не знал, что и думать. Наконец рассмеялся над самим собой, догадавшись, что все это было, конечно, галлюцинацией или кошмаром, вызванным слишком обильным ужином. Я улегся снова, стараясь как можно скорее заснуть. И на этот раз я пролежал не более получаса, как снова увидел, что в комнату вошла высокая и бледная фигура, и, войдя в комнату крадущимся шагом, остановилась близ двери, оглядывая меня маленькими и пронзительными глазами. Даже теперь, после тридцати лет протекста времени, я как живую вижу перед собой эту странную фигуру, имевшую вид каторжника, только что порвавшего свои цепи и собиравшегося на новое преступление. Обезумев от страха, я машинально схватился за револьвер, лежащий на моем ночном столике. В то же самое время вошедший человек двинулся от двери и, сделав точно кошка несколько крадущихся шагов, внезапным прыжком бросился на меня с поднятым кинжалом. Рука с кинжалом опустилась на меня и одновременно с этим грянул выстрел моего револьвера. Я вскрикнул и вскочил с постели и в то же время убийца вскрылся, сильно хлопнул дверью, так что гул пошел по коридору. Некоторое время я ясно слышал удалявшиеся от моей двери шаги, затем на минуту все затихло. Еще через минуту хозяин с прислугой стучались мне в дверь со словами, «Что такое случилось?» «Кто это выстрелил?» «Разве вы его не видали?» – сказал я. «Кого?» – спросил хозяин. «Человека, по которому я сейчас стрелял». «Кто же это такой?» – опять спросил хозяин. «Не знаю», – ответил я. Когда я рассказал, что со мной случилось, господин Лове спросил, «Зачем я не запер дверь?» «Помилуйте», – ответил я. «Разве можно запереть ее крепче, чем я ее запер?» «Но каким образом, несмотря на это, дверь все-таки открылась?» «Пусть объяснит мне это кто может. Я же решительно этого понять не могу», – отвечал я. Хозяин и прислуга обменялись значительным взглядом. «Пойдемте, милостью государь, я вам дам другую комнату. Вам нельзя здесь оставаться». Слуга взял мои вещи, и мы оставили эту комнату, в стене которой нашли пулю моего револьвера. Я был слишком взволнован, чтобы заснуть. И мы отправились в столовую, теперь пустую, так как было уже за полночь. По моей просьбе, хозяин приказал подать мне чаю, и за стаканом пуншу рассказал мне следующее. «Видите ли», – сказал он, «Данное вам, по моему личному приказанию, комната находится в особенных условиях. С тех пор, как я приобрел эту гостиницу, ни один путешественник, ночевавший в этой комнате, не выходил из нее, не будучи испуган. Последний человек, ночевавший здесь перед вами, был турист из Гарца, которого утром нашли на полу мертвым, пораженным апоплексическим ударом. С тех пор прошло два года, в положении которых никто не ночевал в этой комнате. Когда мы приехали сюда, я подумал, что вы человек смелый и решительный, который способен снять очарование с этой комнаты. Но то, что случилось сегодня, заставляет меня навсегда закрыть эту комнату». Призрак королевы Елизаветы В одной спиритической газете, издаваемой во Франции, рассказывалось, что одному молодому английскому офицеру, стоявшему на карауле, явился дух королевы Елизаветы. Сказка эта была передана по телеграфу, и пресса объявила ее нелепою. Но одна лондонская солидная газета, исходя из того мнения, что дыма без огня не бывает, стала расследовать обстоятельства дела, и дозналась, что стоявший в карауле офицер, которому было видение, поручик Глин, племянник епископа Петербора, молодой офицер, в настоящее время находится с гарнизоном в Аргайль-Шайре, а епископ, распространивший эту историю, живет на континенте, так что непосредственного расследования произвести было нельзя. Наконец удалось разыскать мать офицера, почтенную госпожу Сидней Глин. Несмотря на изумление ее при появлении репортера, она с самым невозмутимым спокойствием в ответ на его вопрос о приключении с ее сыном объяснила ему, что тут есть своя доля правды. Совершенно верно, что с моим сыном случилось нечто ненормальное. Он рассказывал мне, что сидел в библиотеке Виндзорского замка и был занят ничуть не волнующим чтением Дорсетмайерской истории. Вдруг он заметил, что кто-то вошел во внутреннее помещение библиотеки. Он поднял глаза и увидел женскую фигуру в черном и с черными кружевами на голове, спускавшимися ей на плечи. Фигура прошла поперек через библиотеку, к одному углу, которого сын не мог видеть своего места. Он не обратил на это явление особого внимания, полагая, что это был кто-нибудь, кто читает во внутренних покоях. Было четыре часа по полудни. Вскоре явился чиновник для закрытия библиотеки. Сын мой спросил, кто такая дама, которая работает во внутренних комнатах. Но чиновник ответил, что кроме него в библиотеке никого нет. Сын мой стал уверять, что только что перед тем, какая-то дама прошла во внутренние комнаты библиотеки. «Кто же это мог быть?» спросил чиновник, удостоверившись, что в соседних комнатах никого не было. «Она прошла там, в углу, через дверь», сказал сын, указывая на угол, в котором на его глазах исчезла дама. «Да ведь там нет никакой двери», возразил чиновник. Глин ни слова не сказал о своем инциденте, да и сам не задумался над ним, пока его не спросил о том библиотекарь, мистер Гольмс, извещенный чиновником остучившимся. Когда по просьбе мистера Гольмса он описал подробнее явившуюся ему женщину, библиотекарь заявил, что ему явилась королева Елизавета. Мистер Гольмс превосокупил, что по имеющимся сведениям королеву видели в прежние времена несколько раз в этом месте, но что он, мистер Глин, первый современник, которому она явилась. Виндзорский декан, равно как и члены королевской фамилии, расспрашивали моего сына об этом случае. Говорят, что мистер Гольмс после того дневал и ночевал долгое время в библиотеке, но появлением королеву достоин не был. В конце вышеприведенной беседы мистер Сидней Глин с репортером Дэйли Мэйл в комнату вошел отец молодого офицера достопочтенный Сидней Кар Глин ветеран крымской компании. Он заявил, если сын мой говорит, что он что-то видел, вы можете быть уверены, что он действительно что-то видел. Это честный молодой англичанин, который ни на волос никогда не преувеличит. Затем родители поручика с его согласия разрешили напечатать об этом случае. Представитель Дэйли Мэйл обратился затем к библиотекарю замка Гольмсу, который показал ему самое место, где проходило приведение. Он указал мне, говорит репортер, стул, на котором сидел поручик Глин, стоявший на восточной стороне комнаты и на который я сам сел. Прямо передо мной был большой глобус. Глядя мимо него можно было видеть несколько ступеней ведущих галерею с книгами по стенам. На левой стороне окна на правый ряд книг и окон, из которых видна терраса и большая водная поверхность вследствие поднятия уровня воды, окружающей в настоящее время виндзор. В конце галереи находятся башни с двумя окнами на запад, сквозь которые проходит масса света, так что особо проходящая через галерею должна ярко выделяться своим силуэтом. На южной стороне галереи, построенной королевой Елизаветой, обращенной ею в картинную галерею, где она прохаживалась и обдумывала шедевры государственной политики, которую она довела до теперешнего ее положения помещается прекрасный камин с бюстом королевы, с известной строгостью во взоре. Здесь на этом месте и увидел мистер Глин призрак, как он от него прошел вдоль галереи, затем круто повернул вправо и скрылся во мгле, из которой в былые времена вела лестница на террасу, где королева любила прогуливаться. По словам Гольмса за галереей этой с незапамятных времен сохраняется легенда, что она посещается королевой. Призрак пастора Доктор Стефансон, живший в Лондоне, улица Беккер, 17, рассказывает историю о явившемся ему призраке конгрессионистского пастора Оллана. Всего за несколько дней до выше упомянутого случая, говорит доктор Стефансон, пастор Олан был у нас в гостях и, покуривая свою обычную коротенькую трубочку, просидел у нас весь вечер. Через два дня после моего визита к нам он захворал и я отправился навестить его. Убедившись, что нет никакой опасности, я просидел у него с полчаса, а потом спокойно отправился домой. В ту же ночь произошло необычайное явление, которое я постарался и составляет предмет моего рассказа. Я проснулся рано утром и вдруг вижу, в ногах моей кровати стоит пастор Олан, в шляпе, надвинутой на самые глаза. Я тотчас разбудил жену и говорю «Смотри-ка, пастор Олан, что это значит?» Я видел его так ясно, что ни на одну секунду не счел его за привидение. «Да что ты, Бог с тобой», возразила жена, «Где ты его видишь?» «Наверное, он тебе приснился?» «Господи, да вот он стоит в ногах кровати, неужели ты его не видишь?» «Нет», ответила мне жена. «Ну значит пастор Олан умер, в этом ты можешь быть уверена». «Скажите, Джулия», слабо проговорил призрак, и исчез, не договорив своей фразы, «Джулия, имя старшей дочери пастора, страннее всего в этом явлении было то обстоятельство, что позади фигуры пастора виден был все время большой шкаф в библиотеку, набитый книгами, который исчез одновременно с самим призраком. Я записал час и минуты явления призрака. Точно же после первого завтрака жена моя не вытерпела, и, броня саму себя за глупое суеверие и любопытство, отправилась к пастору Олану. Подходя к дому, она увидела, что все ставни закрыты, а навстречу ей выбежала плачущая служанка и сказала, что пастор Олан скончался рано утром и при этом назвала то самое время, когда призрак покойного явился мне, стоя в ногах моей кровати. Рассказ священника 30 сентября 1891 года пишет господину Стэнду, священник маленького прихода в окрестностей в окрестностях Лондона. Меня пригласил к себе один из моих прихожан, лежавший на смертном адре. Он уже несколько лет страдал грудной болезнью. Я исповедовал его и посидел у него несколько времени, ушел, обещав причастить его на следующее утро. До моего дома было мили две расстояния, и я прошел их совершенно незаметно. Когда я вернулся домой, сумерки еще не наступали. Велев служанке приготовить мне чай, я сел читать газету. Не успел я развернуть ее, как вдруг совершилось нечто удивительное. Стена, против которой я сидел, как будто совершенно исчезла. Я совершенно отчетливо и ясно увидел бедняка Джона, того самого больного, которого я только что исповедал, лежавшего на своей убогой постели. Джон вдруг сел на постели и устремил на меня пристальный молящий взгляд. Я видел его так же ясно, как газету, которую только что держал перед собою. Я был изумлен и поражен до крайности, но не испугался нисколько. Я сидел и смотрел на видение по крайней мере пять секунд. Потом оно стало постепенно исчезать, как будто таять в воздухе. и наконец передо мной снова появилась стена, а видение пропало совершенно. На следующее утро, когда я вошел в церковь для совершения богослужения, ко мне бросилась жена Джона и с громким плащем воскликнула «О, отец мой! Сердце мое разбито, разбито! О, отец мой!» Джон умер, умер так неожиданно, полчаса после вашего ухода он сел на постель и говорит мне «Молли, отец ушел!» «Господи, Джон, да ведь ты же сам простился с ним!» «Да, да, но мне так худо, ах, как я хочу его увидеть!» «Я умираю!» «Пусть он отслужит по мне месту, не забудь, Молли, скажи это отцу!» «И с вашим именем на устах он откинулся назад и умер!» Джон умер от разрыва сердца. «Прошу верить моему рассказу», прибавляет почтенный пастор, «даю вам мое слово, что я написал одну только чистую правду и что в качестве служителя церкви я никогда не позволил бы себе забыться до такой степени, чтобы распространять ложные сведения. из-за могилы. «У меня знакомая ирландка», пишет Тед, бывшая замужем за одним видным почтовым чиновником в Дублине. Обдовев, она через несколько времени снова вступила в брак, оказавшийся крайне неудачным. Второй муж ее инженер был необыкновенно талантливый человек, отличавшийся блестящим умом. К несчастью честность не находилась в числе его блестящих качеств. В один далеко не прекрасный день для нее моя приятельница узнает, что ее муж уже женат, и мало того, что первая жена его жива и здорова. Моя приятельница женщина с сильным характером. Узнав роковую для нее весть, она тотчас же оставила мужа и уехала в Лондон. Ирвинг Ф. ее муж, узнав только через два года, что она живет в Лондоне, бросил свою семью, с которой он находился в Италии, и приехал к своей второй страстно любимой жене. Сцены, происходившие в это время между ними, были крайне тяжелы и даже грозили окончиться трагически. К счастью, обманута им женщина, хотя тоже безумно любила его, но обладала настолько твердым характером, что, несмотря на целый ряд бурных сцен, наотрез отказалась сойтись с ним снова. Отвергнутый снова уехал в Италию, осыпая ее горькими упреками. Несколько месяцев спустя после его отъезда моя приятельница пришла ко мне и сказала, что она боится, что с ее мужем случилось что-нибудь дурное, потому что накануне вечером, его голос громко позвал ее из-за окна, а ночью она ясно видела его самого у себя в комнате. Бедная женщина была сильно печальна этим событием. Я посмеялся над ее впечатлительностью и приписал все это галлюцинации, вызванные пережитыми бурными сценами при расставании с любимым человеком. Но не прошло и недели, как она получила из Италии письмо, извещавшее ее, что Ирвин скончался скоропостижно в такой-то день и час. Потом я узнал, что несчастный человек был в страшном отчаянии от разлуки со второй женой и все время по возвращении из Лондона в Италию пил мертвую. В пьяном же виде он вышел как-то из дома и был найден мертвым в тот самый вечер, когда его голос звал из-за окна любимую жену. Никто не знает, умер ли он естественной смертью или же лишил себя жизни сам. Надяхин написал Леди Де, прося ее письменно изложить мне, насколько она может подробнее все, что она видела и слышала во время этого оригинального события. Вот письмо Леди Де. В конце 1886 года начинает свое письмо Леди Джорджина Ф. Мы с Ирвингом находились в Италии, на берегу Неаполитанского залива. Жили мы в гостинице Вашингтон в комнате 46. В это счастливое для меня время я еще считал себя законной женой Ирвинга, и мы крепко любили друг друга. Семья его была против нашего брака. И вот как-то утром разговарившись о наших семейных делах, мы давали друг другу клятву в том, что никогда и ничто не разлучит нас. Ни бедность, ни клевета, ни преследование его родных, словом, ничто земное. Оба мы говорили, что согласимся скорее умереть, чем расстаться друг с другом. От жизни земной разговор наш перешел на загробную и мы долго беседовали о будущей жизни душ умерших людей. Я недоумевала, могут ли души умерших сообщать о своем переходе в лучший мир, пережившем их друзьям. В конце концов мы дали друг другу торжественную клятву в случае возможности возвращения душ на землю, что тот из нас, кто умрет первым, явится к пережившему его. Вскоре после этого я узнала, что он женат и как вам известно мы расстались. Я оставила его, а в 1888 году он приехал за мной в Лондон. Во время его пребывания в Лондоне я как-то спросила его, помнит ли он данное обещание явиться мне после смерти. О, Джорджа, тебе нечего напоминать мне об этом, воскликнул он, ведь моя душа частица твоей и никогда и ничто даже в самой вечности не может разъединить нас. Никогда, даже и теперь, когда ты относишься ко мне с такой жестокостью, если даже ты будешь женой другого, души наши все-таки останутся слитыми в одно. Когда я умру, моя душа явится к тебе. В начале августа 1888 Ирвинг уехал из Лондона в Неаполь. Последние слова его ко мне были, что я никогда больше не увижу его. Увижу, но уже не живым, так как он не может жить с разбитым сердцем и сам положит конец своей разбитой жизни. После своего отъезда он не писал мне ни разу, но я никогда не верила, что он лишит себя жизни. В ноябре я писала ему письмо в Сарну, но ответа не получила. Думая, что он или уехал из Сарны, или болен, или же путешествует, и поэтому не заходил в почтамп, я успокоилась на этом и даже не подумала о возможности его смерти. Время шло и до 28 ноября, со мной не случилось ничего особенного. В эту ночь сидела за столом около камина и усердно просматривала классные тетради. Было около половины первого. Оторвав случайно глаза от рукописи, я взглянула на дверь и вдруг на пороге увидела Ирвина. Одет он был так же, как я его видела в последний раз, в пальто и цилиндре, руки были опущены по свойственной ему привычке. Он держался очень прямо, как всегда, голова была поднята кверху, на лице выражение серьезное и полное достоинство. Лисо его было обращено ко мне и вдруг приняло странное скорбное выражение и сделалось бледно, как у мертвеца. Казалось, он страдал от невозможности заговорить или шевельнуться. В первую минуту я подумал, что он живой и смертельно испуганный с громко бьющимся сердцем дрожащий голосом вскрикнуло О-о-о... Продолжение следует...